Традиционное оперативное совещание в краевом правительстве началось с представления губернатором Александром Осиповым нового министра ЖКХ Забайкалья Алексея Юсупова. Желаем вам успеха. Министерство непростое. Особое внимание сейчас надо уделить на подготовке к осенне-зимнему периоду. Оно, к сожалению, происходит напряженно и не везде успешно. Тем не менее, все решения известны, большинство из них приняты. Сейчас самое главное – добиться в кратчайшие сроки исполнения этого всего. В центре внимания губернатора – подготовка к предстоящему отопительному сезону. По словам вице-премьера правительства края Алексея Гончарова, все мероприятия идут по плану. Ведется замена и модернизация оборудования на котельных Забайкалья. Кроме того, по подготовке к отопительному периоду, сейчас к определению запасов угля, как проходит контрактация по углям, практически каждый день тоже проводится совещание с муниципальными образованиями. На подготовку к отопительному сезону выделено почти 5 миллиардов рублей. Александр Осипов подчеркнул – все мероприятия должны быть выполнены в полном объеме, чтобы пройти зиму без аварий. А в Забайкалье продолжают действовать режимы ЧС из-за паводков и пожаров. 18 огненных точек на карте зарегистрированной – 783 человека – работают на их ликвидации. С 15 августа режим чрезвычайной ситуации объявлен в девяти районах края уже по другой причине. 26,5 тысяч гектаров погибли из-за засухи. Сегодня правительство края разрабатывает механизм по оказанию помощи хозяйствам, которые недополучат урожай или не смогут заготовить достаточный объем зерна. Сегодня у нас требуется 72,5 миллиона рублей на транспортировку кормов, которые заготавливают за пределами своих муниципальных районов. Мы подготовили письмо о выделении краевым Минфинам. Нам пока первого транспорта 36 миллионов рублей. Андрей Иосифович, у меня просьба ускорить эту работу. И мы сегодня оценили по принятым документам ущерб в 251 миллионов на понесенных прямых затрат по зерноводам. Напомню, аграрии в пяти районах уже приступили к уборке зерновых культур. Губернатор Забайкалья Александр Осипов поставил задачу региональному Минсельхозу пристально следить за ситуацией. Особенно из-за засухи, с которой растения и воды столкнулись этим летом. И незамедлительно реагировать, если потребуется помощь. Эльшат Сафаров Владимир Николаев. РТК Забайкалья.